Шалом, мои дорогие друзья! С вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы Ки Таво. В ней, дорогие друзья, Маше Робейну повелевается нам Израиля, что когда они придут в землю, которую Всевышний дает им в удел, и овладеют ею, и расселятся в ней, чтобы они принесли первые плоды своих садов в храм, и выразили тем самым благодарность Всевышнему за все, что Он им сделал. Глава также включает законы десятин, отдаваемых левитам и беднякам, и подробное описание, дорогие друзья, того, как благословление и проклятие должны быть провозглашены на горе Гризим и на горе Эйваль. Маше напоминает народу, что они народ, избранный Богом, и что они, в свою очередь, также избрали Всевышнего. Гора Гризим, как вы знаете, находится на юге от Шхема, а гора Эйваль на севере. Каким же образом стороны света могут быть связаны с духовными качествами? И какой духовный смысл направлений, спросите вы меня? Давайте попробуем разобраться. Начнем мы с вами с того, что храм, куэн, урожай, плоды земли, десятина – суть духовные понятия, описывающие внутреннюю работу человека. Любая работа должна быть с намерением, не желанием, дорогие друзья, а именно намерением, направлением всех усилий человека, все его устремления на духовном пути. Это и есть первый урожай и те плоды земли, которые необходимо отнести через коинов к Творцу. Обратиться к Торе мы можем только с желанием постичь смысл своего существования, достичь его корня, той силы, которая нами управляет. На этом уровне все твое устремление направлено только на высшую силу отдачи и любви. Итак, поблизости от Шхема в стране Израиля расположены две горы – Гризим и Эйваль. Моше приказал, чтобы в тот день, когда народ под предводительством его преемника войдет в страну, они направились к этому месту и произнесли благословление и проклятие следующим образом. Шесть колен должны взойти на гору Гризим, Шимон, Леви, Егуда, Иссахар, Йосеф и Пиньямин. Шесть других на гору Эйваль, Рувен, Гата, Шерзи, Вулун, Дан и Нафтали. Обратив свои лица к горе Гризим, старейшины левитов объявляли первое благословление, чтобы слышали колено на обеих горах. «Благословен человек, который не извоял или не отлил себе идола». Колено на обоих горах отвечали «Аммень». Да будет так. Затем старейшины левитов поворачивали лица горе Эйваль и произносили первое проклятие. «Проклят человек, делающий идола из камня или металла». Колено отвечали с обоих сторон «Аммень». Да будет так. Тора не в первый раз рисует нам ни с чем не сравнимые по образности и мощи картин. Почему Маше разделил двенадцать колен Израиля именно так? Как существует шесть дней недели, дорогие друзья, и как сутки делятся на день и ночь, так и шесть колен относятся к состоянию день и шесть к состоянию ночь. Одни благословляют, другие проклинают. Человеку, который привык читать Тору как историческое повествование или роман, необходимо перестроиться и понемногу, дорогие друзья, привыкнуть, что речь в ней все время идет об эгоистическом желании внутри нас. Оно должно быть исправлено с намерения получать ради себя на отдачу давать другим людям. Проклятие в терминах Торы – это левая линия, но мы должны понимать, что она нисколько не хуже правой линии благословления. Творец создал зло, эгоистическое желание получать и для его равновесия добро. Тора учит нас, как правильно совместить в себе добро и зло. Все колена, как вы знаете, работают вместе. Это соединение обеих линий, которые происходят свыше, и над ними в средней линии ощущается высшая сила – Творец. Бесспорно, что выбор между добром и злом имеет свое аллегорическое выражение в выборе направления. Выбор добра невольно ассоциируется с выбором небес, то есть направлением вверх, а также с правой стороной. Выбор зла, в свою очередь, дорогие друзья, ассоциируется как с выбором низа, так и с выбором левой стороны. В традиции, например, демонический мир именуется левой стороной – Ситра де Смола. Виленский Гаон пишет, если человек не старается постоянно подниматься все выше и выше, он против воли своей опускается все ниже и ниже. Легко заметить, что для человека направления правое, левое и вверх-вниз в одном пункте различаются радикально, а именно в этих отношениях в обратных пропорциях представлены, дорогие друзья, симметрия и асимметрия. Что значит, что если путаться между симметричными правым и левым направлениями, дорогие друзья, достаточно естественно и уж по меньшей мере, эм, извинительно, но перепутать асимметрический верх и низ принципиально невозможно. Это распространяется и на духовные аналоги вертикального направления. Так, различие между низким и высоким всегда очевидно и разуму, и совести, которые разрушаются, когда позволяют сердцу увлекать себя вниз. И все же какой-то нравственный смысл сохраняется также и при выборе направления вправо-влево. Дело в том, что выбрать себя невозможно, не выбрать также и чего-то вовне. Таким образом, дорогие друзья, можно сказать, что если направление вниз – это ошибочный выбор, то направление влево – это тоже ошибочный мировоззренческий выбор. Как сказано, сердце мудрого влечет его вправо, а глупца, сердце имеется в виду влево. Когели 10.2. Итак, если можно указать направление выбора между добром и злом, то этот выбор, имеющий две составляющие, – это выбор между левым и правым, выбор между верхним и нижним. Таким образом, от человека, дорогие друзья, ожидается движение вправо, то есть выборовка верного, критического, корректирующего себя мировоззрения, и движение вверх, то есть готовность и способность отвечать на требования, представляемые ему человеческим достоинством. Нет никаких, дорогие друзья, материальных наказаний. Вернее, они есть, но в Торе имеется что-то другое. То, что мы остаемся в своих эгоистических желаниях и существуем в них, – это и есть наказание. Но Тора заповедует нам выбить на камни слова Торы, превратить свое каменное эгоистическое сердце в противоположное альтруистическое. Если человек, дорогие друзья, принимает это условие, тогда он переходит Иордан, то есть делает бесповоротный шаг и входит в страну Израиля, в те желания, которые он обязуется исправить. Это то, что заповедано человеку, ведь только в таком случае, дорогие друзья, можно завоевать эту землю и построить на ней храм, то есть создать сосуд общей единой души. Тора говорит о внутреннем состоянии человека, когда он поднимается на следующую духовную ступень, называемую земля Израиля. Этого я нам всем и желаю – двигаться в правильном направлении, приближаясь к Творцу. Ктива вихатиматува, браха ватслаха. Будьте здоровы! Шаббат шалом! Ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok